В то же самое время США направляют в Киев вице-президента Джо Байдена, чтобы он разъяснил, на каких условиях Украина получит очередную денежную помощь. Сегодня американский политик выступил в Верховной Раде, у стен которой собрались сотни протестующих. Люди требовали отставки правительства. Но настроению и наставлениям Байдена это не помешало. Он призвал разобраться с коррупцией, выполнить минские соглашения и обязательства перед МВФ. Наталья Дубровская подробнее. В Украине с визитом перебывает вице-президент США, пан Джо Байден. Наставления Джозефа Байдена депутаты Рады восприняли как всегда с восторгом. Они согласны, с коррупцией надо бороться. До сих пор они, видно, в этом сомневались. Но вице-президент США открыл им глаза. Я никогда не рассказываю людям из других стран, что им надо сделать. Но вы не найдете ни одну демократическую страну в мире, которая процветает при наличии раковой опухоли коррупции. Байден и Вектор задал, посоветовав украинским друзьям реформировать судебную систему, заставить даже олигархов платить налоги и не дать им давить на судопроизводство. Видимо, не особенно веря в воплощение этого плана в реальность, Байден напомнил, именно от готовности Украины проводить такие реформы зависит поддержка страны международным сообществом. И сразу от слов к делу в бюджете Украины на 2016 год должны быть учтены обязательства перед МВФ, заявил вице-президент США. Вы должны сами управлять своей судьбой. Вы должны сами добыть в борьбе себе место на земле, чтобы создать свою идентичность, чтобы вы были гордым народом. Это ваш момент, это ваше время. И, пожалуйста, ради всех не упустите его. Не упустите эту возможность. Стройте лучшее будущее для народа Украины. Чтобы еще раз поддержать энтузиазм Рады, Байден снова заявил, США никогда не изменят свои позиции в отношении Крыма. И традиционно обвинил Россию в нарушении международных правил и оккупации украинской территории. Николай не выясняется, чтобы Россия аннексовать Крым. Это так, это так. Вот так. США – великий друг Украины. Они поддерживают Украину на двух фронтах. На фронте борьбы с путинской Россией и на фронте борьбы с коррупцией. Я хочу напомнить слова Рузвельта. Никогда не может быть компромисса между добром и злом. Джозеф Байден успокоил присутствующих, сообщив, что Америка и Европа намерены и дальше сохранять санкции против России. Даже несмотря, как он выразился, на определенную деэскалацию конфликта в Донбассе. Таким образом, вице-президент США все же признал, что Москва свою миссию выполняет. И призвал Украину сделать то же самое. У Украины также есть обязательства. Она должна объявить амнистию провести децентрализацию управления в Донбассе. Мы сказали всем, что дальнейшее затягивание недопустимо, что включает и выборы в Донбассе. Все оружие также должно быть изъято и передано под контроль ОБСЕ. Пока в Раде слушали наставления Байдена, на улице перед зданием парламента собрались протестующие. Они требуют отставки кабинета Яценюка и называют правительство группой мародеров, которая два года грабит Украину. Я считаю, это очень хорошо, что к нам приехал вице-президент США Байден. И пусть он тоже увидит, что думают украинцы про это правительство. И пусть увидит, что украинцы не хотят мириться с тем, что мародеры и дальше будут управлять нашей страной. Услышит ли эти голоса Джозеф Байден, неясно. Точнее, захочет ли услышать. Жизнь простых граждан Украины американским друзьям малоинтересна. Ведь и предыдущие четыре визита вице-президента США в Киев, несмотря на красивые обещания, в стране ничего не изменили. Наталья Дубровская, Татьяна Бугачук, Эдуард Розбуржинский. Пятый канал.